В новом храме, который был возведен на территории Балаковского филиала АО «Апатит», начались богослужения. На первую утренню пришли не только работники предприятия, но и верующие из ближайших сел. Красивейшая церковь появилась здесь совсем недавно, но уже успела полюбиться прихожанам. Есть люди, которые просто бывают порой по обстоятельству времени, не хватает прийти в храм, не хватает времени помолиться за своих святых, помолиться за своих усопших. И я считаю, что вот такой вот, это дар Божий открыть на территории Фасагра такой храм, часовню такую во имя Спиридона Тринфунского. Для верующих балаковцев открытие храма стало благой вестью. На освящение новой церкви, которая состоялась накануне Дня химика, собрались и работники предприятия, и воспитанники православной школы, и прихожане балаковских храмов. Господу помолим сердцем всему! Господи помилуй, Господи помилуй! Ну а поскольку возведена церковь была на территории завода, это ознаменовало возрождение традиции по строительству фабричных храмов, которая существовала больше века назад. Чин освящения церкви в честь святителя Спиридона Тринфунского провёл благочинный балаковского округа отец Амбросий. Мы надеемся, что этот храм станет вот таким местом, где будут восполняться духовные потребности, в первую очередь, конечно, тех, кто здесь трудится на этом заводе. И мы надеемся, что жители окрестных сел здесь тоже нет приходов, люди будут приходить. И очень, наверное, проместительный гим на то, что этот храм посвящен святителю Спиридону Тринфунского, чудотворцу святому, в жизни которого больше всего чудес. У его жития в описании больше чудес даже, чем у святителя Николая. В новый храм смогут приходить не только работники предприятия, но и все желающие обратиться к святому Спиридону, который в христианстве почитается наравне с Николаем Чудотворцем. Имя святого для церкви, возведённое на территории завода, выбрано не случайно. Часто этого святого просят помочь с деньгами, с решением жилищных трудностей, с делами на работе. Храм возведён в рамках корпоративной политики компании ФосАгро и стал не первым построенным группой на своих промышленных предприятиях. В компании ФосАгро уже несколько лет назад было принято решение о том, что при каждом предприятии компании мы воссоздаём старинную традицию фабричных заводских храмов. И вот в прошлом году на день химика мы заложили камень по строительству этого храма. И вот в течение года, благодаря помощи прихожан, благодаря помощи компании ФосАгро, Андрею Григорьевичу Гурьеву, Епискову Покровского и Николаевского Пахомия, мы вот совершили это строительство и сегодня провели член освящения нашего храма, святителя Спиридона. Так что сегодня, так сказать, храм уже действующий, мы можем об этом сказать. И вот это подарок компании ФосАгро нашим прихожанам Балаковского района, работникам нашего предприятия и всем жителям Саратовской области. Сами сотрудники предприятия рады тому, что появилось место, где можно помолиться Богу и обратиться за помощью к святым. Мы рады, что у нас рядом с предприятием открылся такой красивый объект. Ну, если, дай Бог, будем находить лишнюю минуту, заходить, лишний раз преклониться, никому не помешает перед иконой. Говорят, что со временем приход, то есть люди, посещающие один храм, становятся духовной семьей. И как в любой семье, в каждой церкви появляется своя особая атмосфера. Судя по количеству верующих, которые приходили на первые службы в храм святителя Спиридона Триумфунского, здесь уже совсем скоро образуется свой приход, состоящий из сотрудников Балаковского филиала АО «Апатит», которых объединит не только труд, но и вера.